МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Далее расскажем обо всем подробно. Где депутатам встречаться со своими избирателями? Этот вопрос обсудили народные избранники на очередном заседании думских комитетов. По закону перечень мест для таких встреч должен быть утвержден специальным положением. В него предложили включить три зала в здании администрации и открытую площадку на площади Ленина. Подробности далее. Чтобы организовать встречу с избирателями в одном из перечисленных в положении мест, депутату необходимо обратиться с письменным заявлением. Впрочем, три зала в здании администрации и площадка у памятника Ленину этот перечень удовлетворил далеко не всех народных избранников. У менял округ достаточно удален от тех трех помещений, которые представлены от памятника Ленина. И, соответственно, проводить встречи с инвалидами, с ветеранами, с пожилыми, с маломобильными людьми и назначать им здесь, в этом зале, место встречи, я считаю, это просто издевательством над людьми. Вот мы баланс содержать здание, мы можем его предложить. Мы уже обсуждали школа, садики, библиотеки и так далее. Мы не можем предложить эти места. Сегодня депутаты регулярно встречаются с избирателями в помещениях на своих округах. Это школы, клубы ветеранов и другие. Но, как выяснилось, в соответствии с новым законодательством делают они это не совсем легально. Впрочем, лишать их этих мест встречи никто не будет. Депутаты имеют место, где он принимает визит. Никто эти места отбирать не будет. Они немножко с нарушением, но, как практика показывает, что без нарушений их сейчас сложно закрепить за этим. Поэтому вот это решение направлено на то, чтобы как-то расширить эти вещи. Проект решения большинством голосов вынесли на ближайшее заседание Думы, которое состоится в понедельник, 16 июля. В июне Саров стал победителем конкурса проекта благоустройства малых городов и получил грант на 100 миллионов рублей, которые должны потратить на реконструкцию и благоустройство парка имени Зернова. Но нарисовать проект и отправить его на суд жюри – это одно. Гораздо сложнее реализовать представленные на бумаге в жизнь. Специалисты Департамента архитектуры и градостроительства встретились с жителями города, чтобы обсудить концепцию будущего благоустройства парка. Концепция благоустройства парка разделена на три социокультурных слоя – память места, экология и зона отдыха, а также зона аттракционов, экологическая тропа и набережная. Всего планируют засвоить больше 12 гектаров территории, четыре из которых в районе берега реки Сатис. При этом планируют сохранить все зеленые насаждения, не требующие санитарной вырубки. Предусмотрена также реконструкция уже существующих на территории парка объектов. Ввесем уважение ко всем. Парк должен быть современным. Современный парк. Мы говорим, что мы сейчас обсуждаем. Мы обсуждаем стратегию развития области. Мы обсуждаем стратегию развития области. Как это будет современным вопросом? На сегодняшний день идет работа над техническим заданием. После начнется процесс проектирования. Его результатом станут три эскизных проекта благоустройства парка. Технические задания, на мой взгляд, это очень конкретная вещь. И в ней расписывается уже конкретик. То есть все, что вы сейчас перечислили, вы хотите предусмотреть все это, допустим, на лодочной станции, все, что вы назвали, и то, и то, и действия вот этих, это все будет в одном месте? Мы не должны постоянно возвращаться, потому что вы 17 раз собирались и обсуждали ваше поздравление. А мы про что говорим, что мы что говорим, они не нашли отражения 17 раз. Да, очень даже нашли. Благоустройство парка предполагает выделение ряда функциональных зон отдыха. Их наполнение не раз обсуждали на встречах с общественностью. На очередных слушаниях представили результаты голосования за то, какие объекты горожане хотят видеть в парке. Это не мы придумали, еще повторяю, это голосование жителей. Вот это. Где это голосование? Голосование? Голосование проходило. Не на одном сайте. Проводили себя просто, и очно, и инвестируем, и так далее. Где можно посмотреть? Где можно посмотреть? Да, где есть. В разделе. На сайте администрации есть разделы, которые называются. Там есть протоколы, собрания, общественные группы и так далее. Центральная аллея парка будет выполнена в стилистике советских времен и отсылась к годам становления и развития нашего города и градообразующего предприятия. На набережной появятся лодочные станции, вейк-парк, спортивные площадки и объекты предпринимательской деятельности. Часть зон будет создана с участием представителей малого и среднего бизнеса. За 100 миллионов, возможно, вот это все не будет реализовано, а будет, например, одна. В первую очередь, 100 миллионов будет реализовано. А зачем делать проект? Проект, который неизвестно, когда будет реализован. Так уже было. Замечания и предложения принимаются до 17 июля, после чего проект технического задания отправят на рассмотрение в Министерство строительства России. Аптеки будут обязаны сообщать покупателям о наличии дешевых аналогов, необходимых им лекарственных средств. Как сообщает официальный сайт Госдумы, такой законопроект уже поступил на рассмотрение депутатов. Предполагается, что принятие закона позволит защитить интересы граждан, сохранить их сбережения и стимулировать развитие конкуренции в сфере здравоохранения и фармацевтики. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Министерстве труда и социальной защиты пообещали бороться с возрастной дискриминацией и встать на защиту граждан пожилого возраста, которых уволили по причине достижения пенсионного возраста. Как рассказал заместитель министра Андрей Пудов, ведомство запустило специальный интернет-портал, куда можно написать жалобу. После ее рассмотрения чиновники могут попросить прокуратуру провести внеплановую проверку, чтобы выяснить, имела ли место дискриминация по возрасту. Саровчан приглашают посмотреть финал чемпионата мира по футболу на большом экране. За схваткой между сборными Франции и Хорватии, которая пройдет в московских Лужниках, можно будет наблюдать в фан-зоне на стадионе Икар. Приглашаются все желающие. Вход свободный. На долю этих милых и приветливых кошек и собак выпала нелегкая участь. Они не понаслышке знают, что такое потерять хозяев и крышу над головой. Сегодня четвероногие друзья находятся под присмотром в городском приемнике для бездомных животных. У каждого из них есть возможность обрести новый дом. Но пока питомцы не нашли семью, им необходима ваша помощь. По традиции сбор помощи проходит на центральной площади города, около памятника Ленину. Люди приносят для животных приемника пакеты с кормом, древесный наполнитель и медикаменты. Не отказываются волонтеры и от финансовой помощи. Сбор у нас проходит раз в месяц. Как правило, это второй четверг месяца. Мы анонсируем данный сбор в группе тоже, обязательно в социальных сетях. И есть сайт, но сейчас у нас наиболее активна группа ВКонтакте. Но не все саровчане находят информацию о сборе помощи через социальную сеть или официальный сайт. Встречаются те, кто узнает об этом от знакомых или даже случайных людей. Я в такси работаю, довозил дедушку. Он мне и сказал. Вы знаете, я не знал об этих акциях. Теперь буду постоянно привозить деньги или корм. Как правило, пожертвований собирается много. Волонтеры и работники приезжают на своих машинах. Но случается и так, что не все помещается в багажниках и на задние сидения. В руках у волонтеров ручка и блокнот, куда они записывают имена тех, кто приносит пожертвования. Записываем для того, чтобы потом объявить благодарность на сайте. Но, как правило, люди у нас... Либо мы уже их и знаем, потому что у нас есть регулярные посетители, которые приходят каждый месяц. Либо люди предпочитают остаться инкогната. Помощь для животных собирается и в другие дни. Ящик для пожертвований находится возле магазина «Лемур» в торговом центре Куба и время от времени появляется в старом районе у магазина «Золотое руно». Лето, как известно, это маленькая жизнь. А пленэр для художника – маленькое арт-путешествие. И совершить его можно даже в ближайший сквер в родном городе. На пленэре художник не бездумно копирует увиденное, а внимательно изучает окружающий мир, подмечая самые тонкие изменения в нем. Перед взором открывается многообразие оттенков. Саровские художники вышли на улицы города, чтобы запечатлеть знакомые с детства улицы на холсте. Предзакатное время – это так называемый «золотой час» для художников. Нужно успеть поймать в отблеске последних лучей на листве и домах и перенести их на бумагу. Только творческой личности по силу разглядеть в привычных с детства дворах неброскую, но такую уютную красоту. В этот раз участницы пленэра расположились в тени деревьев на улице Фрунзе. У Александры это одно из любимых мест в родном городе. Почему художники любят старые районы? Потому что особенно живописные, именно такие пожившие уже вещи, у которых не очень ровная фактура, структура, цвет, многослойность некоторые. Александра работает в технике лессировки, то есть поочередно смешивает цвета, в итоге получаются более сложные оттенки. Пара минут и вот уже на бумаге появляются очертания тенистой улицы. Программист по профессии она считает свою работу творческой. Из детства привыкла замечать неповторимую красоту в привычных вещах. Я думаю, это все нужно воспитывать глубоко-глубоко внутри себя. Такое вот мирное состояние душевное. И просто невозможно будет не увидеть красоту. Техника акварели предполагает полутона и плавные переходы цвета. Но у каждой из участниц свой стиль. У одних акварельный рисунок четкий, яркий, у других более прозрачный, невесомый, многослойный. Уже не в первый раз на пленэра помогает советом и дает всем небольшой мастер-класс по акварельным этюдам Валерий Хазов. Он считает, что узкие улочки старого района достойны внимания каждого живописца. Остановитесь, посмотрите, берите карандаш и начинайте работать. Уверенные мазки кистью, беглый взгляд на натуру и пояснение мастера, как нужно заполнять и насыщать пространство. И буквально через полчаса из-под кисти художника вышел этюд, который, может быть, получит название «Саровский дворик». Насладиться красотой родного края, а заодно провести настоящее исследование и стать участником экологического тура. Воспитанники станции юных натуралистов отправились исследовать растения, животных, воздух и водоемы в охраняемой природной зоне. Под руководством научных сотрудников Мордовского заповедника школьники получили уникальные результаты, которые лягут в основу научно-исследовательских работ. У каждого из участников экспедиции было свое направление для исследований. Саша Анисина изучала экологию лесных сообществ, то есть занималась экосистемой одного из участков леса Павловского кордона Мордовского заповедника. Работа велась на участке площадью километр на километр. Мы разметили его на 25 площадок, шириной 10 метров на 10 метров и на расстоянии 200 метров друг от друга. На каждой из этих площадок мы описывали виды растений, встречающиеся в разных ярусах. Аня Корочкина в полевой экспедиции занималась изучением одного из представителей семейства орхидных – Любки Двулистной, дальнего родственника тропических орхидей. В ее работе тоже важна была точность и скрупулезность. Я измеряла параметры морфометрические, то есть это высота побега, то есть высота цветка, дальше высота соцветия, то есть это высота, на которой находятся сами цветочки, дальше количество цветочков, а потом измеряла длину и ширину листа. Аня уверена, что такие полевые экспедиции очень важны не только для юнатов. Материалы исследований, безусловно, будут полезны при оценке экологического состояния лесного массива Мордовского заповедника. Я считаю, что биология и экология – это актуально в сегодняшнем мире, поэтому думаю, что этим стоит заниматься. Записи, сделанные во время исследований, затем заносятся в компьютер, и девочки обрабатывают материалы с помощью различных программ. Сравнивают и сопоставляют полученные результаты для того, чтобы в следующем году продолжить изучение экосистемы родного края. Свежий воздух, море адреналина, прилив сил, учащенное сердцебиение, кувырки и маневры, чтобы увернуться от шариков с краской. Все это пейнтбол. Этот достаточно новый вид экстремального спорта уже набрал популярность в нашем городе. Спортсмены из пейнтбольного клуба «Реактор» не первый год сражаются за победу на различных турнирах с сильнейшими командами страны. О том, как пейнтболисты готовятся к выездным соревнованиям, очередному этапу Кубка Москвы, расскажем в следующем репортаже. Пневматическая пушка в пейнтболе называется «Маркер». Стреляет она специальными шариками с желатиновой оболочкой, наполненными пищевыми красителями. Скорость вылета пейнтбольного снаряда достигает 90 метров в секунду. Поэтому на площадке для занятий этим видом спорта на первом месте четкое исследование правилам техники безопасности. Буквально несколько дней осталось до важных соревнований третьего этапа Кубка Москвы. И тренировки у спортсменов клуба «Реактор» идут в усиленном режиме. Соперники в основном москвичи, Москва, Московская область. Редко приезжают из глубинок. Достаточно серьезные ребята, которые готовятся. Тренировка перед Кубком Москвы – первая тренировка на обновленной площадке. После появления нового моста рядом с прежней освободилась территория. И у пейнтболистов появилось больше пространства для занятий любимым видом спорта. Площадка стала больше, спортсменов стало больше. Как бы, ну, стараемся развиваться. На данный момент мы идем по рейтингу третья. Ну, еще два этапа. Мы думаем, что мы добьемся каких-нибудь определенных успехов. Из-за травмы двух игроков первый этап Кубка Москвы оказался для спортсменов не самым удачным. На втором удалось выступить значительно лучше. На этот раз саровчане рассчитывают только на победу. Успех на этом этапе даст спортсменам возможность попасть на более престижные соревнования. За каждое место даются дополнительные очки. Вот по результатам четырех отборочных этапов есть шанс выйти на Кубок России. Там же соберутся команды со всех округов России и разыграют чемпионство. Большой репортаж из столицы с места проведения Кубка Москвы по пейнтболу смотрите в понедельник в вечернем выпуске новостей на канале 16. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также все актуальные информации на сайте sorov24.ru. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей.